Ребята, это, наверное, один из самых топовых зарядников, ген-зарядников, еще и хаб с USB, еще и вот такой вот у нас HDMI на 4К 60 FPS. Для чего это все? Да, конечно же, просто для ноутбуков. Для вот таких вот ноутбуков, у которых есть Thunderbolt, вот у меня Asus ZenBook 14, для матбуков, да для любых компьютеров, которые поддерживают вывод, допустим, видео через Type-C, которые поддерживают быструю зарядку через Type-C, и которые еще и имеют проблемы с USB-портами. Ну, в данном случае вот эту штуку можно использовать как, допустим, для трансляций. Сейчас покажу, кстати. Ой, слушайте, короче, на канале Технозон невероятно обалденный Ace Fast GEN на 65 Вт с хабом, с HDMI 4К 60 FPS, хабом HDMI, так что на канале Технозон поехали. Смотрите, мы на Алиэкспресс. Стоит версия, я покупал ее за 50 баксов, она не дешевая. Ссылка на проверенного продавца лежит в описании под видео, можете купить. Но, в чем фишка? Давайте так. А слушайте, вообще подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот самые интересные обзоры. Смотрите, 3 в 1, 4К HD Transfer, плюс быстрая зарядка, плюс хаб расширения. Здесь есть USB-C 3.1, 10 Гбитс, плюс 60 Ватт GAN PD. На секундочку. Теперь USB-A 3.0, 5 Гбитс, плюс 5 Ватт зарядка. 5 Ватт, это 5 Вольт, 1 Ампер. То есть, это у нас на одном заряднике. И медиапорт 3840 на 2160, 60 Гц. Вот я раньше, я раньше пользовался вот этим вот чудом, понимаете, которое мне постоянно нужно за собой таскать. И плюс у меня еще и зарядник дополнительно. То есть, мне мало того, что нужно таскать с собой зарядник, еще и хаб для того, чтобы, допустим, здесь получить USB дополнительно или вывести второй монитор с Type-C Thunderbolt. И эту штуку я использовал и для MacBook, и для моего Asus ZenBook, да для любого UltraBook вы можете вот эту штуку использовать. Но, когда у вас появляется вот эта штука, то, блин, вам не надо ничего. Вы получаете сразу и выход HDMI, и зарядку, и хаб. И плюс вы это воткнули, и все это эстетически очень классно. Вот смотрите, схематично показано как. То есть, вы включили это все одним кабелем в ноутбук, включили в зарядник, и плюс смартфон заряжаете. Ну, правда, 5 Ватт зарядкой, но да то ладно. Смартфон вы можете и 60 Ватт зарядкой зарядить. Теперь, дальше, вы можете использовать его просто как док-станцию. Просто как док-станцию, даже без зарядки. То есть, если вам нужно вывести изображение без подключения. Теперь, для смартфона вы можете использовать эту док-станцию. Вы можете и заряжать смартфон быстрой зарядкой, и транслировать с него изображение. Здесь даже есть табличка с расписанием, сколько Ватт на какой смартфон отдают. Мы, конечно же, проверим не только, мы проверим и для других смартфонов, которые берут поболее, чем 27-45 ватт или тот же самый Samsung. Но здесь вот, кстати, совместимость со смарт-буками, вернее, с ультра-буками. То есть здесь и Apple, и Huawei, и Honor, и Xiaomi, и Hewlett-Packard, Asus, Dell, Lenovo, Samsung, Google, Razer, Microsoft. Под все Surface'ы подходят. То есть на секундочку, это классная штука. Еще и с планшетами работает, с Apple'ами и с Huawei'ами. Ну и, конечно же, с телефонами, такими как Huawei, Samsung, Honor, Microsoft. По идее, должно выводить скрин-мирроринг, но выводят не только. Они еще OnePlus'ы выводят и все остальные. Короче, ребят, очень классная тема. При этом у него есть защита от овервольтажа, от короткого замыкания, от неправильного подключения. И ладно, то, что в комплекте, мы сейчас разберем. Там комплект еще очень крутой. Ребят, смотрите, от перегрева, от овервольтажа. От короткого замыкания, короче, от возгорания. Это очень классная штука. Весит всего лишь 123 грамма. Да, стоит 50 баксов. Хотя, возможно, это сейчас и недорого. Для качественной зарядки вы посмотрите, сколько стоит отдельно хаб, допустим, на Apple. Отдельно зарядка, REN-зарядка, чтобы вы могли, допустим, еще чего-то реализовать. Ребят, переходим на распаковочку. Я вам потом показываю тесты с нагрузкой. Мы смотрим все типы зарядки, которые он поддерживает. Подключаем к 4К телеку, пробуем 4К-шку и делаем выводы. Так что, переходим. Ну что, теперь мы рассмотрим его поближе. Будем использовать тестер. Вот такой вот WITRN, вообще VTRN, U2P. Ссылку на этот тестер размещу в описании под видео. И, конечно же, свою нагрузочку буду использовать, любимую. Для того, чтобы определить, насколько здесь правдивые 65 Вт, как они заявляются. Ну, 65, я вам сразу говорю, здесь ведется о том, что верхний порт 60, вот этот вот 5 Вт. Не 65 на один порт. Давайте сейчас мы с вами... Хотя все может быть. Хотя все может быть, но они-то заявляются, что 60 на Type-C порт. Так, сама по себе зарядочка. GAN. Действительно, как акцентирование. Акцентировали. Ace Fast. Это очень известный производитель. Смотрите, PD. Слушайте, они заявляют, что 65 Вт. Попробуем. Или они в общей сумме 65 Вт. Ну, такой маркетинг. Очень жесткий маркетинг. 4K HD. Есть различная сертификация безопасности. И, слушайте, 20 Вольт, 3 Ампера, 60 Вт Макс. Я говорил Type-C 60 Вт. Вот я видел. В комплекте у нас идет еще фирменный кабель Ace Fast. И это нереальный, охренительный 100 Вт кабель, чтобы вы понимали. Вот этот кабель я уже использовал. Я уже использовал. У меня есть разные кабели. И Ace Fast. Это просто нереально. Если я найду ссылку отдельно на кабель, тоже размещу в описании под видео. Здесь он длинный. Сейчас посмотрим, сколько. Двухметровый. На секундочку. Сама по себе зарядочка. Сейчас мы с вами посмотрим, какие стандарты поддерживает зарядка. Включаем кабельчик. И включаем в розетку. Включили. И нам надо увидеть, какие стандарты данная зарядка поддерживает. Так. Type-C in. Включились. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Смотрите. Давайте я приближу. Так, чтобы было видно, какие стандарты у нас есть. Максимально приблизил. Нажимаем Auto Detect. Надеюсь, вам будет видно все это дело. Давайте еще удалю, чтобы не мылило. Я лучше приближу так физически. PD3060 ватт. И на каком-то моменте на Apple сбрасывается. Давайте пробовать. QX Charge 2. Смотрим, есть ли здесь на Type-C QX Charge. Нет. Все. Тему с QX Charge закрыли. Я думаю, что QX Charge 3 нет смысла проверять. Так. Давайте PD триггеры посмотрим. О-о-о. По PD. У нас PD3060 ватт. Это как раз для ноута вообще идеально. 20 вольт. 3 ампера. 20 вольт зарядник при переключении режима дает. 5 вольт. Поддерживает 9 вольт. 12 вольт. 15 вольт. Он их все поддерживает. То есть он их подхватывает. Слушайте, ну уж давайте сразу тестировать под нагрузочкой. Буду использовать тоже 100 ваттный кабель. Вот топ у меня есть. Такое 100 ватт. Сейчас мы включим нашу нагрузочку. Тут, конечно, провода сильно слишком длинные. Но это такое, мелочи жизни. Оп. 20 вольт нагрузка подхватила. Не знаю, видите ли нет. Жесткий. Кабель жесткий. Сразу вам говорю. Очень жесткий. Прошу прощения за такой момент. Давайте PD триггер заходим. 20 вольт. И начнем наращивать понемножечку. Ой. Да, кабель очень жесткий. Так, смотрим. У нас сейчас с вами 14, 15, 17, 18 ватт. Я не знаю, видно вам или нет. Та блин, цепляется в вентилятор. 18 ватт. Неудобно. Действительно жестковат. 20, 30 ватт. По PD 36 ватт. Давайте поехали дальше. Не останавливаемся. 57, 68 ватт. Он держит 68 ватт и вырубился. Вырубился на 68. Поэтому это, скорее всего, 65 честных. Сейчас мы на 65 его погоняем немножко. Давай, включайся. Так, включился наш PD триггер. Давайте включаем обратно 20 вольт 3 ампера. Можем сразу выкручивать. И догоним до 60 ватт. 62, пускай погоняет немножко. Слушайте, ну гоняет. Гоняет, реально гоняет. Отлично. Отлично. Вообще холодно. Понятное дело, что время надо. Ну, защита у него есть. Здесь он показывает у нас 63. А нагрузка показывает 60 ватт. Давайте попробуем до... Ну, на нагрузке, да, все. Выше 60 и нагрузка сбрасывается. То есть у нас реальная поддержка 62 ватта. Ну, ладно. Есть как есть. Это хорошо. Уже тут не обманули. Давайте попробуем. Другие стандарты. Они говорят, что Samsung на PD будет заряжена. Слушайте, давайте кьюкчарж 3 попробуем. Есть, нету. 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 Ну, нету кьюкчаржа 3. Давайте посмотрим, что у нас там поддерживает Type-A. Хотя я сильно сомневаюсь, что он вообще что-то поддерживает. Сейчас мы выключим кабель. Ну, 5 вольт, 2 ампера, скорее всего. Скорее всего, 5 вольт, 2 ампера. Ну, смотрим. Да, 5 вольт, полтора ампера. Даже полтора. Ну, 1 ампер будет реально давать. 5 ватт. 5 ватт. Ну, как мы предполагали. Сейчас мы с вами переходим уже к... Ну, смотрите, не знаю, видно вам, не видно. Давайте так, чтобы сфокусировалось. Все, что есть. Все, что есть на BC, BC 1.2. Сейчас мы с вами переходим к телевизору, 4К телевизору. Я возьму свой ноут Standard Bold для того, чтобы выводить изображение через HDMI. И попробуем поиграться с ним и обсудим различные схемы подключения. То есть мы имеем здесь PD. Это идеально для ультрабуков и для смартфонов, которые поддерживают Power Delivery. Ну что, переходим на телевизор. Ну, вот по сути мы с вами видим схему подключения. Что у нас происходит? Мы с вами подключили хаб, у нас посредине включен SSD диск, у нас включен HDMI, уже на телевизор выводится и включено питание ноутбука. То есть, по сути, у нас мы можем убрать вот этот вот вариант хаба, который мы положили специально слева. Давайте посмотрим, видит ли он SSD диск. Да, он его видит. Мы проверим сейчас скорость этого SSD диска через хаб. Вот, сделаем это через Crystal Disk Mark, выбираем наш SSD, ну, здесь можно даже поменьше такой экспресс-тестик устроить и стартанем. А потом проверим с вами разрешение экрана. Действительно, он 4К, 60 FPS выдерживает. Так, 50 МБ в секунду. Скажу так, что вот этот вот, вот этот вот мой флеш-драйв, он действительно поддерживает вот примерно столько. Это был один из самых таких моих фейловых, это 400 МБПС. Сам порт, мне даже проверить сейчас нечего, у меня нет нормального быстрого SSD. Что же делать, что же делать? Ну, сам факт то, что он его видит. То есть, мы уже с вами видим, но, к сожалению, на нем проверять, это, конечно, печально. Давайте посмотрим, что у нас по параметрам экрана. Мы с вами сделаем, давайте, только второй экран. Сохранить. Вот он. И разрешение дисплея выберем 3840 на 2160. Да, он его включил. Плюс нам нужно сейчас зайти в расширенные параметры дисплея. И у нас 60 Гц. Все. Этот хаб поддерживает 4К, 60 Гц вообще без проблем. То есть, мы можем сделать с вами, ну, вот смотрите, как мы можем сделать параметры экрана. Мы можем его расширить. То есть, у нас получится здесь основной, здесь вот дополнительный. То есть, мы можем туда окна таскать. Вот так вот это будет выглядеть. То есть, все отлично работает. Ну, на самом-то деле, это работает. Это-то работает. Но, есть еще один вариант использования этого хаба. И это, тадам! И это вот такой вот тадам. Я вам объясняю. Дело в том, что данный хаб, он может и заряжать, он сейчас заряжает мой смартфон, и транслировать, и точно так же получать доступ, точно так же получать доступ к SSD, и точно так же получать доступ к SSD через хаб, но, правда, если поддерживает ваш смартфон. Но на текущий момент он подключен, то есть, он поддерживает и зарядка, и трансляция. То есть, вот это все тоже реализуется. Ребят, выходим, резюмируем. Достаточно интересный девайсик получился. Вообще отличный. А выводы таковы, что это одна из самых крутых ген-зарядок. Мы реально рекомендуем. Это ген-зарядка хаб для ультрабуков. И вот, нереально крутая. Поэтому, если нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет пальца вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Всем пока.